Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Марина Африкантова счастлива! Число ее подписчиков достигло полтора миллиона человек, и своей радостью Марина делится со всеми. При этом намекает, что не все так гладко в ее паре с Романом Капаклы. Неужели появление Ивана Барзикова на очередном ток-шоу повлияло на идиллию? Подтвердилась информация о том, что Алена Савкина ждет ребенка от Ильи Ябарова. На телепроекте в качестве полноправных участников оставили возвращенцев месяца Оксану Ряску и Сергея Сичкаря. Сергей Авидян, покинувший Дом 2, возмущен вопросами, как стать участником телестройки. Парень явно гордится своим приходом к Александре Шеве и столь же быстрым уходом. В последнее время отношения Саши Гобозова и Ольги Жариковой стали подходить к финальной точке. Ребята ежедневно ссорятся, не понимая друг друга, хотя дело могло дойти до свадьбы. Постоянные скандалы в паре Саши и Оле стали обыденной ситуацией, поэтому мало кто обращает на них внимание. Чтобы удивить зрителей, Гобозов и Жарикова решили очередной раз перейти к рукоприкладству. Во время конфликта на вилле, когда Оля явно показала свое пренебрежение к возлюбленному, нервы Саши не выдержали и он ударил девушку по лицу. Стоит отметить, что Гобозов изначально пытался уладить конфликт словами, а когда Ольга стала переходить рамки, то закрыл ей рот, ударив ладонью по лицу. Мужчина четко дал понять, что не намерен терпеть такое отношение к своей персоне. Теперь Саша настроен помириться с женой Аляной Устиненко. По слухам, Аляна уже пакует чемоданы, чтобы вернуться на Дом-2. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Елена Хромина окончательно покинула телепроект Дом-2. О том, что она не вернется на поляну, заявили Марго Овсяникова и бывшая участница Лаура Рич. Сама Лена даже изменила шапку профиля в соцсетях. Интересная новость с сайта шлок. Многие телезрители терялись в догадках, что будет делать Оксана Рязко на телестройке, где даже молодым симпатичным девочкам сложно подобрать достойную пару. С ее неординарной внешностью, с дурным характером и не смолкающими радиотрансляциями, девушка вряд ли устроит личную жизнь. Зато у нее есть все шансы построить карьеру. Рязко нашла работу на Доме-2. Она теперь будет сводить ярких участников между собой. На данный момент Рязко принялась окучивать Сергея Сичкаря, не на шутку испугав парня своей настойчивостью. Дело в том, что сватает Оксана Сереги не кого-нибудь, а Марго Овсяникову. Хотя Сичкарь уже 3500 раз говорил, что дубайскому лучику ничего не светит. Тем не менее, Рязко не оставляет парня в покое, транслируя на общей кухне о том, какая Марго добрая, хитренькая, хорошая и подающая надежды. В сети и появились слухи, что малышку Рапунцель зовут Василиса. Якобы в кафе Дима именно так обращался к девочке. И это услышала одна из посетительниц. Комментировать эту новость Оля и Дима не стали. А 1 июня они отмечали два месяца дочки и выложили видео с праздничными шариками, на одном из которых была буква В. Многие подписчики решили, что это подтверждение слухов, что малышку и правда зовут Василиса. Виктория Борисевич отказывается меняться ради свадьбы с Давидом Анташвили. Вика рассказала. «Не то, чтобы не получается взяться за себя, просто сейчас у меня такая позиция, почему я должна худеть ради какого-то торжества. Если человек действительно хочет свадьбу и чтобы я была рядом с ним, его будет в принципе устраивать и такая фигура. Я как бы худею, но у меня нет такого, чтобы я себя изнуряла чем-то. На какие-то конкретные жертвы я идти не собираюсь». Это были все новости на сегодня! Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал! Следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!